Иван Яковина, обозреватель Радио НВ. Иван, здравствуйте. Добрый день, добрый день, здравствуйте. Да-да-да, приветствую, рады видеть снова вас в нашем эфире. И, конечно же, давайте мы начнем с Си Цзиньпиня, председатель СИ в Москве. Ну, во-первых, чего ожидать от этого визита? Ну, это вопрос на миллион долларов. Много чего ожидать, разные есть версии того, что стоит ожидать. Ну, большинство китаистов, достаточно серьезных людей, как я видел, я тоже смотрел, читал, чего люди ожидают, говорят о том, что, скорее всего, Си Цзиньпинь привез Владимиру Путину какую-то поддержку, какое-то оружие, какие-то, может быть, технические средства для усиления позиций российской армии в войне против Украины. Но я лично, если честно, думаю, что ситуация совсем наоборот, совершенно противоположна. Си Цзиньпинь, я предполагаю, привез Владимиру Путину своего рода ультиматум, а именно, он будет требовать от Владимира Путина скорейшего вывода войск из Украины прекращения войны в обмен на оказание самому Путину помощи в его переизбрании в 2024 году и вообще в сохранении власти Владимиром Путиным в Российской Федерации. Потому что ситуация следующая. Уже, мне кажется, очевидно, в том числе и для китайцев, может быть, для китайцев в первую очередь, что Владимир Путин не сможет победить в той войне, которую он сам развязал уже более года назад. И поэтому никаких вариантов сохранить власть у него тоже, в общем, не будет. Потому что проигрыш в войне, разгром в этой войне будет означать, скорее всего, с очень высокой вероятностью, потерю власти Владимиром Путином. Для Китая это невыгодно. Китая хочет, чтобы в России сохранялся прокитайский режим, а не проамериканский или прозападный. Поэтому, я думаю, Си Цзиньпинь будет требовать, просить, умолять Владимира Путина, угрожать ему, чтобы тот прекращал войну в Украине и поскорее занялся своими внутренними проблемами и попытался консолидировать власть, остаться на очередной уже непонятно какой срок, с тем, чтобы подготовить еще одного преемника, который также будет про китайским, а не про американским. Вот я думаю, примерно такая будет история происходить. Потом, смотрите, еще какой важный момент. Си Цзиньпинь приехал не просто поговорить, подписать документы, уехать. Он три дня в Москве. То есть он сегодня, завтра, послезавтра. То есть, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что разговор предстоит тяжелый, долгий и, вероятнее всего, напряженный, не очень приятный. Вот такая... Москва за три дня. Да, да. А скажите, пожалуйста, если он собирается после этого говорить по телефону с Владимиром Зеленским, это означает, что все-таки он приезжает туда в позиции некого такого переговорщика, некоего медиатора, который после того, как помирил Саудовскую Аравию с Ираном, теперь может помирить Россию и Украину? Это будет типа начало челночной дипломатии или это будет просто звонок для проформы? Я думаю, все очень серьезно. Скорее всего, опять же, это мои, естественно, предположения. Я не могу залезть в голову Си Цзиньпиню, разумеется. Но я предполагаю, что в том случае, если Си Цзиньпин сумеет вывернуть руки Владимиру Путину и выбить из него соблюдение того самого первого пункта китайского мирного плана, который предполагается, если вы помните, уважение территориальной целостности и субъективы всех стран, в том числе Украину, потому что Китай не признал аннексию Крыма или аннексию южных и восточных областей Украины. Так вот, если у Си Цзиньпиня получится заставить Владимира Путина уйти с украинских территорий, то дальше будет звонок Владимиру Зеленскому с предложением продолжить переговоры с этой точки. Я предполагаю, что Си Цзиньпинь хотел бы получить от Украины отказ от репараций и всяких компенсаций, нанесенного Российской Федерацией ущерба, плюс, наверное, какой-то активности в плане снятия санкций с российского режима и не вступление Украины в НАТО. Я думаю, вот это с точки зрения Китая было бы нормальной ценой за прекращение войны и за уход российских войск с украинских территорий. Опять же, еще раз, это мои предположения того, что хочет Китай. Я, естественно, не знаю, чего на самом деле хочет Китай, но я думаю, чего-то такого, потому что вся логика и вот эти три дня визита, и сам факт того, что Си Цзиньпинь приехал в Москву, это крайне редко. У него всего лишь пятая поездка заграничная за три года. То есть, это очень важный для Си Цзиньпиня визит. Исключительно важный. И тот факт, что после этого визита он собирается, говорит, Зеленским по телефону, по видеосвязи, опять же, впервые с начала агрессии 24 февраля прошлого года. Так вот, это свидетельствует о том, что у Китая очень серьезный, суперважный разговор к Путину, и этот разговор совершенно очевидным образом связан с Украиной, поскольку потом будет звонок Зеленскому. Вот я думаю, поэтому моя версия близка к истинам. Иван, а вы вот уверены, что Си Цзиньпинь на самом деле хочет, чтобы война прекратилась, что он вот хочет убедить Путина, чтобы он выявил ЛСК? Вот мы вчера говорили с известным политологом и политтехнологом Аббасом Галямовым, он считает, что на самом деле это все только риторика. А в действительности же Си Цзиньпин заинтересован в том, чтобы наоборот война продолжалась, значит, Россия продолжала истощать свои ресурсы дальше, потому что так ему будет проще ее контролировать. Вот такая логика же тоже есть. По-моему, Аббас тут немножко преувеличивает возможности России. Россия и так контролируется Китаем. То есть Россия — это уже продолжение Китая. Это не самостоятельный игрок на геополитической арене. Это как вассал Китая. Поэтому продолжение войны вассала Китая с кем-то там еще — это не очень выгодно для Китая, потому что его вассал ослабевает. Это, так сказать, подконтрольная Китая территория ослабевает. И еще раз хочу сказать, самое главное для Китая — это чтобы Путин не ушел, чтобы Путин остался во власти. И эта война и продолжение этой войны с каждым днем увеличивают шансы на то, что Владимир Путин тем или иным, не слишком приятным для себя способом покинет российскую власть, а может быть вообще под лунный мир переместиться, так сказать, как он там намеревался в рай. Поэтому я думаю для Китая опасность того, что в России придет к власти гораздо более прозападное правительство супернеприятная, суперстрашная, можно даже сказать. Потому что если в России будет прозападное правительство, если Путина скинут, то фактически американцы замкнут вот это кольцо вокруг Китая, и Китай окажется в полной геополитической изоляции, чего, конечно, Китаю вообще не хочется, не нужно. Китай всячески хотел бы этого избежать. Это во-первых. Во-вторых, Китай на самом деле, он не хочет войны Украины и России. Китай хочет одного. Он хочет восстановить свой суверенитет над Тайванем. Для восстановления суверенитета над Тайванем Китаю нужно, это не обязательно, но очень желательная история, чтобы он добился восстановления суверенитета Украины над собственными украинскими территориями. И вот с этой позиции, с позиции страны, которая помогла Украине добиться восстановления своего суверенитета, Китаю будет гораздо проще требовать восстановления уже своего пекинского коммунистического суверенитета над Тайванем. Он будет, ну смотрите, мы же сделали все, что нужно было, и даже больше мы сделали, чем могли для того, чтобы Украина восстановила свой суверенитет. Теперь мы требуем ровно такого же отношения к себе. И Китай сможет, то есть он будет, у него будет очень хороший козырь в дипломатической борьбе, чтобы говорить, да, мы выступаем за восстановление такого суверенитета. И отказ от восстановления такого суверенитета будет, ну просто плевком и вообще неприемлемым каким-то действием. То есть у Китая, если, совсем просто и коротко, если у Китая будет возможность разменять возвращение Крыма Украине на возвращение Тайваня в Китай, то Китай, пойдет на такой размен. Его такой размен устроят в полной мере. Скажите, пожалуйста, Иван, а вот как вы думаете объявление Путина военным преступникам в Международном уголовном суде как-то повлияло на Китай? Потому что у меня такое впечатление, что это специально сделали, чтобы дать Си Цзиньпиню пару дней переварить эту информацию. То есть не сделали во время его визита, а сделали вот за несколько дней. И там сегодня его представитель МИДа высказался и сказал, что надо уважать дипломатический иммунитет лидера государства, тем не менее. Но это как-то повлияло вообще на Си Цзиньпиня? Думаю, да, повлияло. Ну, понимаете, даже на российскую элиту, которая говорит, что это ни на что не влияет, это влияет. Мы видим по истерическому тону их заявлений на этот счет, что еще как влияет. Они понимают, что что-то очень существенное поменялось. Владимир Путин превратился из легитимного лидера своей страны в персонал уголовника, который скрывается от суда. То есть, по сути дела, он стал человеком, который вынужден скрываться. Он вынужден, например, планировать свои визиты с учетом того, что его могут арестовать, когда он будет пролетать на территории той или иной страны. В общем, для него это супернеприятная история. И раз уж это влияет даже на них, это влияет на всех. Все понимают, что статус Владимира Путина существенным образом поменялся, и он стал менее сильным. То есть, он стал более уязвимым. Я думаю, эта уязвимость также может помочь китайскому лидеру добиться того, чего он хочет от президента Путина. Он скажет, ну смотри, Вова, ты, допустим, не соглашаешься на мои условия. Ты не хочешь выводить войска с Украины, ты не хочешь выводить войска с оккупированных территорий, передавать. Да, твое право. Но смотри, в этом случае тогда мы тебе помогать не будем, а ждет тебя, дорогой мой, поражение в войне и Нужнородный суд. Защитить тебя от этого суда мы не сможем. Сейчас мы можем тебе помочь, переизбраться. Ты, да, потеряешь какие-то территории, но ты зато сохранишь свою власть. Это мы тебе гарантировать можем. Если ты отказываешься от нашего предложения, поражение в войне тебя ждет и суд. Вот это точно. Вот выбирай. Я думаю, это будет большим подспорьем для Си Цзиньпини, если он действительно будет придерживаться вот той точки зрения на всю эту ситуацию, о которой я только что рассказывал. Вы знаете, Иван, вот мои ожидания от этой встречи, ну вот после чего я бы, я как бы очень скептически отношусь к его дипломатическим возможностям. Вот если бы эта встреча закончилась, встреча и потом разговор с Зеленским закончилась тем, чтобы была поставлена точка в ядерном вопросе, ведь Китай заявил, что никакая ядерная риторика, даже риторика неуместна. И если бы мы могли быть уверены, что Китай не будет поставлять оружие, то, как говорится, нам бы этого хватило. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, Китай уже дал понять, что он считает применение ядерного оружия, и даже разговоры, как вы верно заметили, неприемлемыми. И, насколько я помню, Владимир Путин в последнее время про ядерное оружие особо, так сказать, не заикается. Ну и потом, смотрите, отказ Китая от поставок оружия, как мне кажется, абсолютно предрешен, потому что Китай очень здорово рискует своей собственной экономикой. Там сейчас у китайцев очень большие проблемы с перекредитованием экономики. То есть у них долгов, если не ошибаюсь, на сумму там что-то 38 триллионов долларов или что-то такое, общая сумма долгов и хороших, и плохих внутри Китая, вот просто гигантская, колоссальная была статья Wall Street Journal недавно этот счет. Так вот, о чем это свидетельствует? О том, что Китаю остро необходим доступ к американским финансовым рынкам, чтобы перекредитовываться и продолжать дальше функционировать в качестве экономики как таковой. Китаю нужно максимально спокойно, хорошо работающая мировая экономика для просто поддержания собственного экономического роста. И вообще, потому что в Китае, если начнется экономический обвал, там же нельзя взять и поменять правительство новое какое-то. Это экономический обвал, там приведет к революции неминуемо. Поэтому это, естественно, не входит. Поэтому, как я уверен просто, что Китай не будет рисковать, собственно, экономическим и, в общем, политическим будущим ради того, чтобы отправить там два эшелона со снарядами Владимиру Путина. Тем более, опять же, все понимают сейчас, что, ну, может, конечно, кто-то и не понимает, но мне кажется, даже уже, знаете, самые яростные сторонники Путина понимают, если судить по их постам в Телеграме, что война это проиграно. Зачем Китаю поддерживать тонущий корабль? Он может еще каким-то образом спасти капитана этого корабля, то бишь Владимира Путина, но сам корабль идет ко дну. Всем очевидно, что Россия не сумеет удержать под своим контролем вот эти оккупированные ныне территории и не сможет победить в этой войне. Это война проиграна. Все. Тут уже, как говорит, ваша песенка спе, так говорил доктор Ливсе в известном мультике «Остров сокровищ», кстати, сделанном в Киеве, поэтому здесь китайцы абсолютно прагматичны, как мне кажется, в своих действиях и намерениях. Они говорят, слушайте, мы давайте будем сохранить то, что можем сохранить, а то, что не можем, уже пускай оно отваливается, отчаливает, потому что нам важнее, чтобы в принципе система сохранила стабильность. Подсистема, я имею в виду Российскую Федерацию, для них очень важно, чтобы Российская Федерация осталась в своем более-менее нынешнем виде. И уж, конечно, точно, что Китай не будет рисковать собственным долбоком благополучием, собственной политической стабильностью, экономической стабильностью ради спасения Владимира Путина и его империалистических каких-то там маний, типа захвата Херсона. Ради Херсона Китай точно не будет ставить на карту свою собственную экономику. А что это за история с Пригожинскими, которые накануне приезда Сии расстреляли там в Африке китайских рабочих? Там, как любая информация из Африки, она не очень ясная на данный момент. Честно говоря, там была информация о том, что какие-то люди из ЧВК Вагнера, которые активно очень действуют в Африке, они что-то не поделились с китайскими рабочими инженерами на каком-то золотом прииске и разделались с ними как бы единственным и любимым, наверное, их методом, просто перестреляли их из автомата. Да, Сии не будет разбираться с Путиным по этому поводу? Я уверен, что вопрос будет задан. Естественно, опять же, мы не можем этого гарантировать, и, естественно, это будет не в публичном поле все, но вопрос, конечно, задан не будет. Ну, такой хороший подарок Пригожин сделал Владимир Владимирович. Мне кажется, Путин должен быть в бешенстве. Я думаю, да, скорее всего, у вас верная оценка ситуации, но, опять же, мы не можем на 100% гарантировать, что это были именно Пригожинцы. Я это говорю не для того, чтобы защитить Пригожина, естественно, потому что там это Африка, там черное что-то происходит, и надо 200 раз проверить информацию. Евгений, беги в Украину, сдавайся. Я думаю, его с большой радостью примут в Киев. Это единственный шанс, Евгений, сдавайся Украине. Сегодня еще заявили, что подписана сделка о продаже российского газа в Китай. Путин сказал, что это вообще величайшая сделка века, но эксперты говорят, что этот газ идет там чуть ли не с 70% скидкой. Ну да, сейчас цена газа колеблется в районе 1000 долларов за 1000 кубометров на европейских рынках, а в Китае этот газ пойдет по гораздо более длинному маршруту, то есть издержки на его транспортировку еще будут гораздо выше, и газ этот пойдет за 220, если не ошибаюсь, долларов за 1000 кубометров, то есть в 4,5 раза дешевле. Для Китая, да, возможно, сделка века, они получают холерный газ. Для России, ну, not so much, как говорится. Да, ну вот Россия становится таким сырьевым придатком Китая. Значит, становится, он уже давно им является. Тут еще у Китая же еще есть одна проблема, тут на подходе, возможно, какие-то огромные совершенно беспрецедентного размера иски Китаю по поводу ковида, и может быть Китай создает себе какие-то такие переговорные условия для того, чтобы, ну, снять себя хотя бы частично вот эти колоссальные претензии, которые вообще, по сути дела, могут превратить Китай просто в банкрота. Ну, знаете, я думаю, если за Китай на судах по искам соответствующим будет выступать человек, обвиняемый в военных преступлениях, связанных с похищением детей, то такой голос вряд ли можно рассматривать как серьезный довод в поддержку Китая, скорее наоборот, что если за вас заступается там какая-то организованная педофильская мафия, то, наверное, это не очень хорошая помощь. Нет, я говорю о том, что Китай может действовать так, что вот, ребята, мы можем разрулить этот конфликт, это в наших силах, Си это единственный человек, который может, по сути дела, заставить Путина, да, принять какие-то правильные какие-то решения, но в обмен снять с Китая, соответственно, претензии вот эти вот. Ну да, у Китая будет, конечно, такая переговорная претензия, ему же самое важное, естественно, с американцами договариваться, то, что там Украина, Россия для Китая это вообще дело десятое, и главный интерес Китая это американцы, которые препятствуют восстановлению китайского суверенитета над Тайванем, то есть им важно, в конце концов, выйти на переговоры с США по поводу Тайваня, это основная цель Китая. И все, что делается сейчас, оно делается для реализации этой цели, ну, по крайней мере, я это так вижу. И да, если китайцы смогут таким образом обеспечить мир в Украине, то есть вывод российских войск, то да, они, конечно, либо до этого еще момента скажут американцам, давайте, короче, отказывайтесь от своей идеи нас заслуживать по поводу ковида, потому что в противном случае мы не будем дальше ничего предпринимать в плане установления мира в Украине. Вот как-то так можно. Ну, кстати, тут еще важный момент, вот мы все говорим там, Путин, Путин, так на самом деле еще и с Зеленским далеко не решим вопрос, вовсе не обязательно Зеленский согласится на те условия мира, которые прописаны в этой китайской инициативе, потому что отказ от НАТО в Киеве будет воспринят крайне негативно, отказ от репарации, компенсация от России тоже крайне негативно будет воспринято, и вообще в целом, скажем так, достижение мира на условиях, при которых Владимир Путин остается во власти и сможет далее копить силы для очередного нападения на Украину, конечно, в Киеве будет воспринято без всякого восторга. Я еще и абсолютно не уверен в том, что Зеленский согласится на подобного рода условия, если они будут выдвинуты. Придется все-таки банкротить Китай. Иван, давайте поговорим еще на одну тему. Вот в последнее время кажется, что в мире распространяются какие-то там, не знаю, намеренные или это полезные идиоты, распространяются такие очень пессимистичные настроения по поводу возможности Украины контрнаступать в ближайшие месяцы. И вот то, что я видел сегодня, кажется, в ленте, что новый президент Чехии сказал, что Украина будет только одна возможность контратаковать, потому что Запад устал, потому что если вот это не получится, то неизвестно, сколько Запад сможет еще поддерживать Украину. Вот что вы думаете по этому поводу? Я могу еще назвать статью Washington Post, где берут интервью у украинского командира по прозвищу Купол, где тоже говорится, что украинская армия устала, деморализована и хочет мира. Нет, там не говорится, что она хочет мира. Там говорится, что слабые подготовки. Да, что она не в состоянии контратаковать. Там речь идет о том, что те войска, которые находятся на линии соприкосновения в районе Бахмута, несут большие потери и они действительно там участвуют в боях слабо подготовленные люди, у которых очень низкая мотивация и так далее. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть. Я от разных людей слышал подобные оценки, хотя, возможно, там на одном участке фронта одно, на другом другое, потому что вся эта статья Washington Post, она, в общем, базируется на словах только одного человека, этого самого Купола. И вполне вероятно, что у него, да, ситуация в его подразделении такая, а у других подразделений может быть другая. Там еще есть некие анонимные чиновники с Киева. Ну вот, да, то есть есть анонимные источники и один человек. Ну, как бы, я бы не стал бы на основании вот этих заявлений говорить, что на всем фронте все плохо. Я знаю совершенно точно, что в Европе идет подготовка очень большого количества украинских солдат и офицеров, и эти резервы, они не задействованы пока никак. Также не задействованы танки западного производства, бронемашины западного производства. То есть некоторые задействованы, но самые основные нет, пока не задействованы. То есть у Украины резервы есть. Естественно, эти резервы, они свежие, они гораздо лучше подготовлены, чем вот эти новобранцы, которых отправляют на удержание позиции сейчас и в принципе как бы надежда возлагается на то что сейчас в бахмуте и его окрестностях будет удержана позиция большими усилиями даже к сожалению большой крови но результате удержания этих позиций российская армия принесет невосполнимую потерю гораздо выше чем потери украинские и что позволят некоторые не очень удаленная перспективе украинским войскам перейти в контрнаступление разбить российскую армию и отобрать все эти земли эти территории которые были захвачены россиянами за последние несколько месяцев может быть и больше то есть тут идет конечно такая очень серьезная борьба но к сожалению до потери сейчас украинской армии высокие это все признают все об этом говорят но объясняются такие потери тем что необходимо необходимо сохранить резервы и необходимо придержать самое самые боеспособные войска на будущем будет ли одна возможность для контрнаступления или их будет несколько это я не знаю я не генерал у меня нет соответствующей информации он может быть президент чехии больше знает чем я в этой области но я почему-то уверен что не дадут украине проиграть если украине не получится в первый раз контратаковать и добиться каких-то там выдающихся успехов то скорее всего поставки оружия будут не ослаблено а усилены и еще больше оружия поставим мы видим уже изначально почему не не поставляли оружие пробоялись что россия ответит ответит как-то неадекватно начнем бомбить их на польшу или словакию или что-то такое мы сейчас мы видим этого не происходит россия ничем таким отвечать не будет поэтому спокойно западные страны могут отправлять столько вооружения в украину сколько могут и сколько хотят тут вот эта психологическая проблема снята в значительной степени ответе уже сейчас самолеты они конечно не в 16 но по 16 у них тоже была информация что там помог главнокомандующий ввс украинскими после переговоров со своими американскими коллегами объявил что есть лишь летчики украинские сша их там оценивали насколько они насколько их подготовка позволяет управлять самолетами в 16 и было сказано американцами что он буквально пару месяцев им надо доучиться после чего они смогут пересесть на ф-16 то есть на самом деле тут не все так плохо то есть не надо годами мчаться полету на этих самолетах то есть у украины в этом смысле тоже и еще один такой момент сегодня буквально пригожин объявил что на флангах вот этой бахмутской группировки атакующий бахмут сосредотачиваются украинские войска которые могут устроить как выражается стрелков гиркин всем известные военные приступники террорист могут устроить российской армии сталинград наоборот то есть зайти с флангов и окружить российскую группировку пытающуюся взять бахмута пригожин это назвать пригожин это назвал пирожок с начинкой где есть начинка значит сбоку со всех сторон его значит запекают да но он имел ввиду что внутри будут украинской вокруг украинской армии чвк вагнер а вокруг чвк вагнера еще украинская армия то есть такой трехслойный пирожок если пользоваться его терминологии метафоры то есть да об этом их говорят очень очень с большим опасением сами российские наблюдатели военные и соответственно я бы не стал прям паниковать и говорит что все пропало и что украинская армия разбита и нет у нее шанс мне кажется все как раз наоборот пока они задействованы и никакие резервы и эти резервы не задействуются то есть есть уверенность есть надежда по крайней мере существенно на то что будет контрнаступление оно будет успешно вот кстати вы упомянули самолеты роман светан на днях рассказал что вот эти миг-29 который поставляют который поставил поставить или поставила уже украине польша на них стоит израильская авионика израильское правительство под давлением запада сняло вето и это разрешило поставлять вооружение с израильским оборудованием с израильской авионикой и кстати уже было опубликовано что израильское правительство дало разрешение двум компаниям продавать украине противодронные системы очень хорошие ну и израиль тоже заинтересован проверить как эти системы справляются с иранскими дронами вот но в любом случае вот что вы думаете по этому поводу намечается ли прогресс в позиции израиля ну на самом деле мне наверное у вас надо спросить потому что вам виднее там намечается либо ну очевидно что какие-то подвижки есть то есть видимо израильское правительство все таки начинает может быть под давлением американцев или еще под каким-то давлением со стороны может быть германии евросоюза не знаю есть есть какие-то плюсы то есть менять позицию раньше тоже вообще ничего нет и все да то есть сейчас сейчас хоть что-то они какие-то разговоры начались ну хорошо я не очень удобно сидишь комментировать кедраевскую позицию не полностью знаю но иван давайте давайте вот вот о чем вас спросим вы там наблюдаете но имеется ввиду не вы лично вы же смотрите все там источники ресурсы которые у вас есть вы видели в украине уже применение россиянами иранских снарядов иранских боеприпасов патронов или еще чего-нибудь такого нет я ну кроме дронов нет я ничего не видел но знаю точно что украина применяют иранские и минометы есть и снаряды какие-то по моему это то что перехватывают в красном море по-моему и в индийском океане корабли с иранским оружием направляемым хуситом в йемен и там американцы саудовцы перехватывают эти корабли и потом это оружие как я понимаю оказывается в украине то есть получается что украинцы тоже воюет иранским оружием была была недавно даже статья что очень странным образом меняются местами украина и россия то что у украины сейчас чуть не больше иранского оружия чем россия я думаю израиль против этого возражать не будет да иван большое спасибо спасибо большое что присоединились к нашему эфиру с нами на связи был обозреватель радио нв иван яковина иван до встречи в нашем эфире большое спасибо спасибо